Почему меня не хотят принимать другие? И эта тема касается в большинстве тех людей, которые действительно переживают, что как-то они как будто бы не вписываются в нормальное общество. Особенно это актуально тогда, когда вы только впервые начинаете это ощущать, что вроде бы как бы, я буду раздеваться потихоньку, что люди вас не принимают, что люди постоянно пытаются вас каким-то образом изменить, сказать вам, что вы не правы. Так, мне все-таки завезти машину, холодная, хочу сказать. Хотят вам все время сказать, что вы не правы, хотят, чтобы вы стали кем-то другим. Все время часто вы слышите о себе, что вы где-то эгоист, где-то злой, где-то не такой, где-то вам нужно измениться, иначе вам будет сложно жить. Ну, в общем, вот такие вот вещи, которые вас начинают каким-то образом потихонечку дергать. И для многих людей история вообще о том, что моим близким, знакомым, кому-то в принципе не нравится то, как я меняюсь, является стопором для изменений. И я, работая с людьми, очень часто встречала, что корнями, причинами, главными в том, что человек не развивается, не начинает больше зарабатывать, становиться кем-то, кем бы он хотел быть, причиной является именно то, что человек очень сильно боится осуждения со стороны, боится быть непринятым его обществом. То есть он считает, что его изменения – это плохо, потому что кому-то это может не понравиться. Вот давайте как бы эту тему с вами сегодня помусолим, потому что она на самом деле очень важная. И важная, потому что прежде всего мы должны с вами понимать, что изменения и развитие – это не просто нормально, это в принципе смысл нашего жизненного пути. Потому что мы приходим с вами в одной физической оболочке, в какой-то, которая развивается и меняется. Мы с вами приходим с какими-то мыслями, которые мы развиваем, меняем, мы наполняемся знаниями, мы трансформируемся в этом мире, проходим так называемый трансформационный путь. Несложно догадаться, что, скорее всего, суть этого пути в том, чтобы мы эволюционировали, чтобы мы приобрели новые опыты через этот новый опыт, что-то хорошее дали миру, каким-то образом наша душа, да, что-то прошла. И получается, что люди, которые находятся рядом с нами, они против этого, да? То есть они против изменений, против почему? Безусловно, уже ответ на вопрос, почему ясен. Люди боятся изменений, потому что изменения – это больно, изменения – это часто не очень приятно, потому что это выход из так называемой зоны комфорта. А выход из зоны комфорта – это когда ты начинаешь делать что-то новое. Люди очень боятся нового. Новое – это всегда страх. А вдруг там будет хуже, а вдруг там будет сложнее, а вдруг там будет как-то по-другому. Но есть хорошая новость. Есть небольшой процент, но тем не менее, процент людей, для которых новое является неким внутренним позывом. То есть человек чувствует в себе яркое желание периодически обновляться. А для некоторых это вообще, как, знаете, такая щупальца. Человеку всё время хочется нового. Тут можно сказать о том, что мужчины любят новое, да, особенно новых женщин. Новые эмоции, новые чувства. Почему? Это некая наша пища. Такая пища, которая нас обогащает, обогащает наш внутренний опыт. И когда мы, и такие люди есть, которые стремятся к новому, это люди, которые чувствуют в себе очень такую близкую связь со Вселенной в развитии. Как я уже говорила, люди боятся другие, чтобы мы менялись. Потому что когда ты находишься в болоте и всё стоит, тогда всё нормально. Ты себя чувствуешь частью этого большого болота. Но представьте себе, что вы сидите в себе в болоте, а мимо вас всё время идут моторные лодки. Рано или поздно у вас будет ощущение, что, а что же там происходит? Вас начнёт это тяготить. Особенно, если вы увидите, что на моторных лодках какие-то счастливые люди, довольные люди, другие. Вас это начнёт тяготить. И для многих людей действительно страшным дискомфортом является вот это изменение. И, по сути, что происходит? Вы становитесь неудобным другим людям в тот момент, когда вы перестаёте быть, по сути, такими, как они. Что интересно? То есть вы перестаёте быть вот этим застойным или медленным болотом. Мы сейчас не говорим о плохом или о хорошем. Мы говорим сейчас о скорости развития. Потому что делить людей там на плохих и хороших нет. Мы говорим о скорости развития. И если ваша скорость внутренняя или внешняя, она отличается, то человеку, которому не хочется бежать рядом с вами, человеку, которому, ну или людям, многим, для которых это чуждо, им очень важно сделать какую-то маркировку. Потому что если они её не сделают, то получится, что с ними что-то не... Так, у меня зазвонил телефон. Люди не любят, чтобы с ними было что-то не так. Мы все предпочитаем, чтобы не так было с кем-то другим, но не с нами. Поэтому эта маркировка очень хорошо работает. В чём проблема вообще, да? Когда вы начинаете париться, напишите, пожалуйста, есть ли среди вас такие люди, кто сейчас смотрит этот эфир, которые переживают по поводу того, что вот где-то о них плохо могут говорить, думать, или есть какие-то проблемы с людьми, которые говорят всё время, что ты что-то не то делаешь, не так делаешь. Я вам скажу, сейчас посмотрю, немножечко оторву эту тему и посмотрю на неё с другой стороны. Мы все с вами стремимся быть успешными людьми. Ну, правда ведь? Давайте там, сердечечки, вот, спасибо, началась какая-то связь. Мы все с вами стремимся быть успешными людьми. И у каждого из нас есть некое своё понимание успеха. Но давайте попробуем собрать сейчас с вами какой-то набор критерий успешного человека. Спасибо. Какой он успешный человек? Давайте вы будете писать, и я буду что-то проговаривать в слух. Какой успешный человек? Ну, наверное, это уверенный человек. Правда? То есть человек, который понимает, что он делает. Сложно представить себе успешным человека, который вообще не соображает, что он делает. Да, это, наверное, какой-то уверенный человек. Кто такой ещё успешный человек? Это человек, который умеет достигать цели. То есть это человек, который ставит какую-то цель, видит эту цель, может собрать себя в кучу, потому что достижение цели – это всегда собранность и координация, да, то есть такая координированность себя. Нужно себя собрать, где-то заставить, где-то вставить в русло, выключиться от всего остального хаоса, который происходит. То есть достижение цели, даже, извините, картошку почистить тоже нужно, ну, это несколько другой масштаб, но тоже нужно, чтобы тебя в телефон не звали, там, телевизор не смотреть, не бежать, что-то там другое делать, не садиться за компьютер, надо как-то порезать, блин, почистить эту картошку. То есть, а в большом успехе, да, дисциплинированный дисциплина является очень-очень-очень важным критерием. Что ещё есть? Что вы пишете? Целеустремлённый, осознанный, да. Под осознанностью мы подразумеваем, что этот человек может думать и размышлять на тему, что он делает, зачем и с какой целью, да, то есть какую цель он преследует, почему он это делает. То есть для меня осознанный человек – это человек, умеющий думать, умеющий задавать себе вопросы. Не просто сказали «беги туда», и он туда, «ты что ж ему, беги туда, ты дурак, ой, дурак, ты умный, ой, я умный», ну то есть это для меня какая-то полоумность. Осознанность – это всё-таки, когда ты соображаешь, что он мне это сказал, ну и сейчас нагло манипулирует. Сейчас этот человек, почему мой босс сейчас начинает меня хвалить резко? Потому что он сейчас знает, почувствовал моё настроение, ему сейчас надо меня подобрить, чтобы я не уволился. Почему? Потому что у него будет геморр, если я уволюсь. То есть когда вы осознанный, вы соображаете гибкий, да, гибкий очень важно, гибкость, она вообще важна, потому что гибкость сегодня в нынешнем времени – это момент того, это и хитрость сюда вкладывается, это и динамичность сюда вкладывается, это умение быстро приспосабливаться к обстоятельствам. Важно. Любознательный. Ну, не могу сказать, что мега-супер критерий, который прямо… Это классный критерий, но я не могу сказать, что на нём прямо базируется. Ну, хорошо, мы можем добавить это к успешному человеку, это ему точно не помешает. А теперь давайте представим себе портрет вот этого человека, да, то есть такой вот, создадим форму вот такую предметную этого человека и подумаем, а будет ли человек, имеющий цели, задачи, красивый, бесстрашный, честный? Честный – это значит, что он точно всем не нравится, да, потому что честность – это роскошь. Когда ты можешь сказать, мне не нравится, как вы себя ведёте, я считаю, что вы неправы. То есть представим себе вот эту личность, симпатичная, да, личность такая получается для нас, ну, типа прикольная, мы бы все хотели надеть её на себя. А теперь представим, будет ли этот человек думать, вообще будет ли у него такая задача, думать о том, понравится ли он кому-то или не понравится. Давайте вот честно. Будет, он не будет идеальным, он будет ругаться матом, посылать хуями, там, он будет, у него будет множество недостатков, может быть, он будет курить, и я не знаю, там, ещё что-то делать. Это не имеет значения, это вопрос характера. Характер у такого человека обычным человеком идеально не назовёт. То есть для обычного человека это будет просто какой-то нонсенс, какой-то часто называют роботы, ненастоящие, вообще какие-то, ну, там, это нечеловечно, нечеловечно, как они называют, бесчеловечные люди, да? Нет. Вот вы правильно сказали, нет. Такой человек в принципе думать не будет о том, что о нём думают. не потому, что ему насрать, просто потому, что он не будет об этом думать. У него в голове нету задачи, если он думает о том, что подумает обо мне соседка, мать или там, ну, мать я имею в виду, там, какая-то проходящая или кто-то ещё, то это значит, что это уровень его задач. Успешный человек для нас это человек, достигающий каких-то целей. Получается, что цель нашего успешного человека думать о том, что думают о нём другие. Мать другого ребёнка, вот этот дядечка, который гуляет с собакой, сосед на лестничной клетке, что он думает обо мне, там, подруга какая-то знакомая. Ну, вы понимаете, вопрос даже не в том, что он другой, вопрос в том, что его файлы заняты другим. Мы же с вами как вот компьютер, правда? Мы можем с вами что-то делать, но мы не можем одновременно листать с вами и Facebook, и Instagram, ну, вот одновременно не можем. Мы можем переключиться или туда, или сюда. Да, поэтому говорить о том, что, когда вы говорите о том, что вас парит, что о вас думают другие, и вы переживаете, и поэтому не хотите что-то делать, это говорит только о том, что вы не делаете ничего другого. То есть вы не, это ваша отмазка, потому что если бы вы занялись на самом деле походом к своему успеху, какой бы успех вы себе не придумали, даже картошка, то вас бы это не парило. И вы бы не оправдывались перед этими людьми, вы бы не искали каких-то оправданий, вы бы не пытались им понравиться, и вас бы это точно не остановило. Как я уже говорила, люди очень сильно, когда вот люди вас не понимают, они другие по природе, для них очень важно наклеить маркировку. На меня чаще всего клеят маркировку того, что я агрессивная, хотя я никогда не высказываю, ну, не выказываю своими действиями агрессию по отношению к другим людям в контексте того, что я кого-то трогаю. То есть я агрессивна в достижении цели. Что это означает для меня? Это означает, что я дисциплинирована, что если мне надо встать в 5, 3 месяца подряд, я встану в 5, 3 месяца подряд и буду работать. Если мне нужно не ложиться спать, я не буду ложиться спать. Если мне нужно заработать какие-то деньги для чего-то, я их заработаю. Если мне нужно сдать какой-то продукт, который я пообещала, я его сдам. Если я дала какие-то обещания, я их выполню. Вот это моя агрессия. То есть моя агрессия выражается в агрессии по достижению цели. Я вижу цель, не вижу препятствий. Но я никогда при этом, я даже не знаю, как мне навредить другим людям этим. Но люди, которые находятся рядом и смотрят на меня такую, они говорят, она идёт по трупам, она идёт по головам. Почему так говорят люди, если я вообще никак их не соприкасаюсь? Потому что образ человека, который сильно отличается от них, их очень сильно пугает. И если бы они начали сравнивать компетенции, они бы сказали, ёпси, так она крутая, как она это делает? Но признать крутизну другого человека, это означает признать собственную слабость. И признать собственную слабость может только тот, кто решил двигаться, кто говорит, ёпси, так я, оказывается, себя жалею. Я, оказывается, если она может, я же тоже могу. Я хочу, блин, чтобы она стала моим примером. Я буду смотреть, это как, знаете, когда ты смотришь на худую, красивую женщину или мужчину, и ты думаешь, он это сделал, я тоже это сделаю. А не начинаешь называть человека анорексиком, больным, дурным. Так вот, вопрос в том, что... вернёмся к теме, да? Почему вас тогда волнует, что говорят другие люди? Зависть — это наша очень чёткая отмазка, наша. Перестаньте говорить, что другие люди вам завидуют. Это не имеет вообще никакого значения. Поверьте мне, у них есть жёсткое оправдание, почему они себя так ведут. И многие люди говорят о том, что успех такой ценой мне не нужен. Лучше я буду хорошим человеком. Хотя, почему они считают, например, что я или вы плохой человек? Если есть, например, у вас деньги, и у вас есть характер, и у вас есть выдержка, и у вас есть вот эта цель и достижение. Почему они считают, что вы плохой, а они хорошие, раз этого не имеют? Вопрос не в том, что думают эти люди в этот момент. Это их личная каша. Вопрос в том, что если вы стремитесь стать успешным, и вы что-то для этого делаете, и вы думаете об этом, и вы обладаете качествами, вы их собираете в себе, качество успешного человека. Ведь никто из нас с этими качествами не рождён. Это вот момент работы ежедневной над собой. Но я хочу вам сказать, что вы очень сильно убираете, забираете от себя свою энергию, когда вы вместо того, чтобы эту энергию направлять вот в этот свой путь успеха, то, что вы для себя определяете, как то, чего вы хотите достичь, это ваш путь успеха, вы вместо этого начинаете оправдываться перед теми людьми, которые вас никогда не поймут. Вы начинаете вести себя как неуспешный человек. Почему? Помните, мы с вами говорили, потому что успешного человека нету на это ни времени, ни желаний. Это к его цели не имеет отношения. Запомните, очень важно всё время помнить, какая у тебя цель. И не растрачивать свою энергию. У вас энергия одна, один поток идёт, у вас больше нет. И когда мы начинаем перед кем-то оправдываться, вступать с кем-то в конфликт, я знаю, что со мной это тоже происходит. Мне это не нравится, но это тоже бывает, я себя на этом отлавливаю. Мы эту энергию вместо того, чтобы в свою цель направлять, мы её начинаем куда-то раздавать, пытаясь общаться с людьми, которые совсем нас не понимают, потому что они другие, неплохие, другие. Вы на восьмом этаже, они на шестом этаже. У вас на восток окна, а у них на запад. И бесполезно, вы видите одно, а они видят другое. И они же не желают ничего слушать от вас. Если бы они желали, они бы пришли на ваш выход, бы посмотрели, бы позвонили, бы с пирогом к вам в гости, сказали, мы хотим посмотреть, как у вас тут живётся. Понимаете, в чём бред? Поэтому, когда у вас в какой-то момент в голове начинает возникать отмазка на тему того, что вас не будут любить, у вас изменятся друзья, или вы видите, что вас не понимают, задайте себе этот главный вопрос. Я чего хочу быть хорошим для этих людей, для которых всегда я не буду очень хорошим, потому что у них есть своё понимание хорошего, своё понимание жизни. Это их жизнь, они ей распоряжаются. Они решили всю жизнь прожить в шестиэтажке, старой квартире. Им нравится, я условно говорю. Но если у меня есть другие цели, значит, я просто иду к другим целям. И я на это не растрачиваюсь. Я не пытаюсь им объяснить, что я мягкий, пушистый, белый. Это бесполезно, бесполезно, абсолютно. Вас всё равно не услышат и не поймут. Вот то, что вы должны осознавать. Так, спасибо большое. Собаки лают, караван идёт. Ну, вот ещё раз. Давайте перестанем людей оценивать, как вот они собаки, например, да, а мы лошади. Нет. Вот просто примите, что мы все собаки. Мы все... Вопрос не в том, кто лает. Вот нам очень нравится чувствовать себя героями. Я вот это уже заметила. Нам очень нравится. У нас же, когда мы так говорим, мы, по сути, хотим унизить их. Мол, мы такие породистые кобылы, значит, а они там, типа, третий сорт какой-то. Нет. Люди есть разные. У каждого из нас своя история, свой эволюционный путь, свой... Вот поверьте, нас нельзя раскладывать на каких-то плохих, хороших, просто разные. Мы как конфетки, знаете, коровка, вечерники, столичная конфетка, рафаэлка, там, и так далее. Нельзя сказать, что рафаэлка невкусная конфета. Но я, например, не ем рафаэлок, потому что я когда-то их в детстве объелась. Вот я люблю коровку, например, конфетку, вот, и так далее. То есть вопрос не в этом, в том, что плохие, хорошие, третьесортные, нет. Нет, вообще старайтесь от себя отметать вот этот момент, когда вам очень сильно хочется людей поделить на какие-то классы. Простите, я вспомнила, что у меня есть крем для рук, сильно ручки пересохли. Вот, старайтесь, понимаете, когда мы начинаем разделять кого-то на классы, мы хотим того или нет, мы начинаем унижать других людей. И тут следующий вопрос, а почему ты унижаешь других людей? Ведь есть два таких, две стратегии, как вырасти. Первое, это делать что-то, чтобы расти. Второе, это опускать других. Это как на соревнованиях. Можно выступать среди слабых и стать среди них первым, да, а можно все время соревноваться с сильными и при этом расти на этом фоне, потому что сильные все время растут, а со слабыми ты как бы не соревновался, ты всегда знаешь, что ты там лучше их. Я всегда выбираю стратегию быть сильными, быть с успешными, быть с богатыми, потому что с ними интереснее. Ну какой смысл идти в детскую категорию, да, и сидеть и быть там самой крутой девкой на селе? Ну какой смысл? Что вам это даст? Поэтому, когда мы начинаем себя, ну не то чтобы утешать, а там говорить себе, да я молодец, они мне просто завидуют, да, ну нет. Ну не важно, ну что такое зависть? Ну может быть они искренне вас ненавидят, может быть они искренне вас жалеют, потому что им кажется, что такая жизнь ничтожная, как ни одна женщина сказала, что твоя жизнь ничтожное существование, ты всю жизнь куда-то бежишь, я вот наслаждаюсь жизнью, я выхожу, гуляю со своей собакой, мне так много не надо, как тебе, куда-то вот это, ты живешь в этой шикарной квартире, но ты работаешь на то, чтобы ее обеспечивать, содержать, зачем? И это ее видение мира, она ни в коем случае не плохая, просто ей хорошо в одном, а мне хорошо в другом. Поэтому замечайте такие штуки, что если вас останавливает в росте то, что кто-то что-то о вас может сказать, то это всего лишь убеждения, которые в вас когда-то скрыты и зарыты. Есть такие удивительные моменты, когда люди не богатеют и не развиваются, потому что их родители и самое близкое окружение начинают их осуждать. Когда-то они настолько много наговорили им о богатых людях, может быть были богатые, вот у меня так было, например, там богатый брат родной, и его все время осуждали за это богатство. Осуждали как? Говорили, что он, ну богатый брат не мой, а моего там отца. Все время говорили о том, что вот он зазнался, когда появились деньги, вот он теперь, значит, не любит свою семью, вот он теперь не приходит на праздники. И вот такие банальные вещи о богатстве укладываются в голове, как богатство это плохо, и не хочу быть богатым, я хочу семейные ценности хранить. Ну то есть наш защитный механизм срабатывает, потому что, во-первых, фух, не надо будет работать и париться, где брать эти деньги, богатство это плохо, во-вторых, я буду хорошим человеком для своей семьи. Я буду, вот лучше тише едешь, дальше будешь, да, совершенно дурацкая какая-то штука. Так, мне такое говорят, что я не знаю, что такое счастье, а только за деньги, говорю, интересуют материальные блага. Да, это тоже чаще всего говорят люди, которые защищаются от денег, которые защищаются от активной жизни, которые защищаются и не хотят быть. Вот мне часто говорили такие вещи, я уже не помню, когда и кто это был, но что я не хочу быть таким, как ты, я не хочу, что вы думаете в этом счастье, вот вы меркантильная, меркантильная очень часто меня называли, вы меркантильная, вы вот думаете в этом счастье, как там, за деньги счастье не купишь, да? Действительно за деньги счастье не купишь, но деньги это другое. Никто не говорит, что счастье это деньги. Деньги дают нам совершенно другие возможности, и самое главное, деньги это показатель нашего статуса, нашего успеха, то, насколько мы чем-то полезны этому миру, потому что если вы миру бесполезны, то у вас денег-то особо и не будет. Если вы строите дома, да, там, добываете нефть, строите машины, там, даете рабочие места кому-то, берете на себя ответственность за то, чтобы были какие-то там агропромышленные комплексы, то вот вам за что деньги даются. Но это сумасшедшая ответственность, все, но за это даются деньги, безусловно. Безусловно. Очень важно давать какую-то пользу мира. Деньги же не приходят просто так. Очень умно придумали люди, когда они говорят, что наворовали, украли. Это классная очень история, но вы же понимаете, что если бы так можно было, то делали бы так все, наверное. Ну, очень сложно, проходя мимо бриллиантов, их не поднять, даже если ты очень честный человек. Ну, думаешь, блин, ну валяются, что не взять-то? Как работать с убеждениями и страхами? Бороться с ними нужно не бороться, с ними нужно работать. Для этого существуют специальные техники, специальные упражнения, в общем-то специальные программы. То есть я не знаю, вот вы откуда, мы работаем, ну, я имею в виду, откуда были ли вы на рерайтере, вы, скорее всего, не были. То есть для этого существуют специальные тренинги, практики, марафоны, в которых вложена вот эта вот вся история. Потому что прежде всего убеждение нужно выявить, обнаружить, понять вообще, что это убеждение. Второе, необходимо всегда разобраться, откуда это убеждение взялось, потому что это вот как семечко, надо дойти, знаете, как детективное расследование, понять, откуда эта семечко растет. Очень часто мы находим это с помощью медитации, потому что медитации позволяют нам, ну, как бы вернуться в свое прошлое и вспомнить то на уровне подсознания, о чем мы не помним. То есть мы даже не понимаем, почему мы так действуем. И третье, нам необходимо эту программу вырвать, как луковичку, знаете, зелененькую, и на ее место посадить новую, потому что свято место пусто не бывает, вот чтобы бурьянчиком не заросло. И существуют специальные для этого, ну, как бы есть такие у нас, ну, не могу это назвать методологией, ну, определенный курс, который позволяет на разные темы это делать. Вот сейчас у меня, например, будет денежный марафон, но он будет только для рерайтовцев, но тем не менее, где мы будем работать именно над денежными убеждениями. Есть такие же истории и по личным отношениям, есть такие истории общего характера, потому что в большинстве своем мы имеем какие-то такие внутри, уничтожающие наши любые усилия, программы, и не понимаем, откуда они берутся. Мы не понимаем, почему мы ишачим, 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 ишачим. Вроде и работаю, вроде и люблю свою работу, вроде и не боюсь работы, а денег хватает только на то, чтобы свести концы с концами. А корни всегда зарыты, поэтому их необходимо, конечно же, находить. Деньги дают свободу. Деньги-то вообще прекрасно. Вот до тех пор, пока вы это не осознаете, до тех пор, пока слово «деньги» будут ассоциироваться у вас со злостью, с агрессией, с обидой и с прочими вещами, то деньги ничего вам и не дадут. Важно понять, что в самих деньгах, в энергии денег нету ничего плохого. И зачастую люди, обладающие деньгами, прекрасны, глубокие, образованные, добрые, шикарные люди. В моем окружении много богатых людей. И вы знаете, они потрясающие. И они настолько часто, вы знаете, такие, они чувствуют, они очень корректны. У меня была такая ситуация, я очень хорошо помню, сложная. У меня был день рождения, и человек, с которым я не могу сказать, что у нас очень близкие отношения, пришел меня поздравить и подарил мне 200 долларов. И так подарил их очень корректно. И подарил мне не в виде пудреницы или еще чего-то, а в виде денег. Мне было тогда это очень приятно, потому что я понимала, что это был такой подарок очень искренний, корректный и с позиции поддержки. Потому что человек понимал, что мне надо сейчас, вот мне нужно что-то такое получить. И я знаю огромное количество людей, которые очень клевые, безумно классные. Я очень люблю богатых людей, потому что богатые люди, это и внутренне очень часто богатые люди, это добрые люди, отзывчивые люди. Я могу сказать, что среди бедных людей в моем, опять-таки, вот окружении, с которым я имела соприкасаться возможность, есть очень крутые люди тоже, но есть очень много злых и завистых, гораздо больше, чем в богатых. Я в богатом никогда не встречала злых и завистливых, если честно. В бедных встречала. Встречала и соприкасаюсь с этим, к сожалению, периодически. И часто вижу, как люди остро реагируют на меня или на моих детей, только потому что мы можем себе позволить там чуточку больше, чем другие люди. И я вижу эту агрессию часто. И даже когда я ее не вижу, я потом о ней где-то слышу, что люди что-то говорят за спиной. И я знаю, что причиной этому именно финансовая история. Поэтому могу вам сказать одно, что если вы плохо думаете о богатых людях, о деньгах, о состоятельных людях, то у вас никогда денег не будет. Потому что вы плохо думаете о денежной энергии, она никогда не приходит к тем, кто думает о ней плохо. Просто запомните это. Связи решают родственниками. Дома строить обычному человеку никто не даст. Смотри, вы имеете ряд убеждений, вот у вас уже они сразу на лицу, и никогда не разбогатеешь. Связи решают родственники. В вашем случае – да. Вот вы для себя как решили, так и будет. Вот и все. То есть вы должны это понимать, что как вы для себя принимаете, у вас уже сразу, мы с вами еще не общались, но я уже вижу, что у вас много будет всяких убеждений. Подумайте об этом. Все во Вселенной так, как вы для себя определяете и решаете. Поверьте мне. Я тоже раньше кишила всеми этими убеждениями, и, как я уже часто говорю, по сути, я должна была быть продавцом где-нибудь там, где-нибудь там, потому что у меня не было ни связи, ни родственника, отец-алкоголик, и, в общем-то, ничего такого не предвещало. Но, тем не менее, было мое понимание, мое желание, моя вера, и мои действия, и мои мысли, и моя ежедневная работа над тем, что я не знала, как изменить свой физический мир. Я не знала, понятия не имела, потому что в 2000 году еще было сильно меньше, и не было интернета этого, и все это было очень вообще непонятно как. Но я внутренне понимала, что я должна что-то в своей голове переключить, поэтому я ездила на книжные рынки, покупала какие-то книжки, читала фэн-шуй какой-то, какие-то аффирмации, пыталась понять, где есть эти люди, с которыми можно вообще такие темы обсудить, потому что я интуитивно чувствовала, что я могу получить другую жизнь, потому что я как-то рождена для другой жизни, мне нужно ее найти. А когда нужно найти, ты открываешь в себе какие-то ресурсы и начинаешь этот поезд. Сегодня это сделать значительно проще, поэтому я бы вам рекомендовала избавляться от всякого рода убеждений, и понятно, что в институт просто так не поступишь, а без института не получишь хорошую работу, если у тебя нету связи, тебя никто не возьмет. Очень клевые и удобные убеждения, но это просто ваше нежелание быть успешным человеком. А теперь представьте себе на секунду, что все не так, что причиной всего того, что вы не имеете, являетесь только вы сами, потому что вы так решили в это поверить. Вы сами проебываете свою жизнь, вы сами так решили, подумайте об этом. Если вам вплюют спину, значит, вы однозначно впереди тех плющих, то люди всегда будут что-то говорить. Еще одно убеждение, если вам плюют спину, а с чего вы взяли, что кому-то есть дело до вашей спины? С чего вы взяли, что вы настолько охуенно, что вам кто-то будет плевать в спину? Вот это, знаете, еще один такой момент, о чем я говорила, когда нам очень нравится думать о себе лучше, чем о других. Вот мне плюют спину, я на коне, они под конем. Почему вы вообще об этом думаете? Помните, мы говорили с вами о том, о чем думает успешный человек. Вы правда думаете, что успешный человек оглядывается назад, рассматривает, кто плюет в его спину? Ему есть до этого дело? Правда так думаете? Он озабочен об этом, плюют в мою спину или нет? Запомните, в тот момент, когда вы оглядываетесь, вы пропускаете ход. Успешный человек – это человек, который имеет другие приоритеты, его задача идти вперед, его зажигают цели, а не то, что ему кто-то плюет в спину. Поэтому перекрещайте все время говорить и думать, и оправдывать себя или кого-то, что завидуют. Не имеет значения, что делают другие. Всегда имеет значение одно, что делаете вы. Я себе об этом напоминать стараюсь часто. Потому что в тот момент, когда я поворачиваю голову направо и начинаю смотреть, что делают другие, я перестаю двигаться вперед и могу врезаться. Поэтому истинно успешный человек, а мы себя программируем на успех, мы себя учим быть успешными, потому что никто из нас не рождается с такой программой по определению. Мы все программы себе задаем сами. Так вот, напоминайте себе в тот момент, когда вам кажется, что вам кто-то плюет, какие-то конкуренты. Конкуренты исчезают тогда, когда начинается ваш путь. Когда вы заходите на свою дорогу, нету там конкурентов, потому что это ваша дорога. А когда вы пытаетесь бегать на чужой дорожке и обгонять их, тогда вы начинаете превращаться в человека, который соревнуется. Я всегда говорю своим дочерям-спортсменкам, которые переживают часто на этот счет, ты должна быть вне конкуренции. А вне конкуренции это означает, что ты должна работать так, как работаешь только ты. У меня с Евой сейчас, это моя младшая дочь, которая в больнице, у меня с ней, я рассказывала об этом в одном из эфиров, что очень важно представить, кем ты хочешь быть и вести себя так, как будто бы ты уже являешься этим человеком. И у меня с Евой началась такая игра, что Ева тренируется как чемпионка мира по вальным танцам. С таким настроем она выходит на паркет, как чемпионка мира. Я ей говорю, вот когда чемпионка мира приходит на тренировку, думаешь, она говорит тренеру, что-то я устала через 45 минут. Она говорит, нет, конечно. Я говорю, ну вот. И сегодня я ее отвожу к школе, нас же карантин никуда не пускают, я подвожу к дверям и забыла у нее спросить, я всегда у нее спрашиваю, ты будешь сегодня тренироваться как кто? И она говорит, чемпионка мира. И вот я ее подвожу к дверям, она заходит и кричит мне, мама, я буду сегодня тренироваться как чемпионка мира. Это круто, вот это круто, когда ты будешь тренироваться не лучше Маши, не лучше Даши, не соревнуясь с тем, кто у тебя в зале, а как чемпионка мира. Потому что у тебя есть твои сверхзадачи. Не Машу обыграть, не Дашу. Потому что если вы нацелены на такие маленькие проходнички, как обыграть свою Дашу или Машу, которая находится справа, то это ваши очень маленькие цели, понимаете? Вы должны задавать себе большие, вы должны себе ставить сверхзадачи. Это зажигает, это интересно, это протягивает другую стратегию. Потому что когда Маша ходит на тренировку, Даша ходит, Маша и Даша заболели. И ты чувствуешь себя чемпионкой зала. Потому что Маша и Даша не ходят, а ты ходишь, и ты такая охуенная. А когда ты говоришь себе, я чемпионка мира, тебе вообще все равно, даже если весь мир на карантине, ты просто чемпионка мира. И ты тренируешься, и у тебя есть свои задачи, ты несравненный. Вот так должно быть в нашей с вами жизни. А не что нам говорит Маша или Даша, и что они там думают и так далее. Люди зачастую, вот я когда соприкасаюсь с обычными людьми, прекрасными наверняка, но я их не понимаю. Возникают конфликты на ровном месте. Вот у меня недавно на бальных танцах возник такой интересный конфликт. И у меня есть профиль детей, которые я веду, Евы и ее партнера Макара. И в этот профиль я выставила просто фотографию, которую там кто-то сбросил из родителей, и там стояли дети в ряду. И одна из девочек была первой партнершей нашего Макара, с которой они танцевали, и потом их расставили, потому что там, ну, по каким-то причинам, неважно. И я просто увидела, они так мило стояли и смотрели, и я думаю, ёпсель, пройдет несколько лет, мы уже там не вспомним, кто какой партнершей был. И я в фотографии сториз отметила эту девочку сердечком и написала, первая партнерша нашего Макара. Родители окрестили меня вообще говном и злобной ведьмой. Просто стерли с земли, устроили какой-то где-то без моего там ведома, устроили сумасшедший скандал, обвинив там маму моего партнера, что я, значит, там эту девочку специально отметила, унизила ее, что она на этом фотографии нехорошо получилась, и зачем я это сделала, и какой умысел у меня там был, я не знаю, что они придумали. Но в итоге полилось какое-то говно еще на меня, что я страшный человек, но они не дадут своих детей мне в обиду. И я, знаете, такая сутрица это все посмотрела, ну там дошла до меня информация, сижу и думаю, охуеть, вот это люди живут, конечно. Это ж как вам вообще не скучно жить, если вы считаете, что я выставляю фотографию детей для того, чтобы унизить ребенка, чем? Нет слов. И скандал был серьезный, и в общем там все разругались между собой, главное, что он происходил без меня, то есть я даже не знала об этом, об этом инциденте. Потом еще вклинился тренер, который сказал, зачем вы это сделали, что сделала, фотографию выставила. И я поняла, что, конечно, это трэш, ребята. Если жить вот этим уровнем, если находить проблемы в таком, то о какой чемпионке мира, о какой мега цели, о каких движениях вы можете говорить? Конечно, на меня нужно навесить какой-то ярлык, что, блин, баба смерть. Почему? Специфическая мать меня называют. Почему? Почему я специфическая мать? Потому что я красивая, потому что я слежу за собой, потому что я стройная, потому что я успеваю работать, потому что я зарабатываю деньги, потому что я люблю детей, потому что я нормальный, адекватный человек, который готов всем помогать. Почему я специфическая мать? По каким критериям я специфическая? Людям очень удобно что-то придумать. И заметьте, ни один человек, например, в таких окружениях не приходит со мной подружиться. Не говорит, Оль, давай дружить, блин, так классно, хочу тебе чему-то научиться. Нет, сразу же ведьма, дура, все, уйди отсюда. Почему? А, например, в гимнастической среде у меня совершенно другая история. Потому что там у меня мамы очень много, которые бизнесом занимаются, мамы, которые зарабатывают, мамы, которые кто-то взрослый родил достаточно. Другая среда, как-то нам там интересно, как-то я могу там передать своего ребенка другой маме. И хотя наши девочки там соревнуются сильно больше, потому что в танцах у них очень много разных категорий. В гимнастике у нас прямая конкуренция часто. Ну, у нас там есть дружба, у нас там есть поддержка, у нас там есть профессиональные консультации друг у друга. Там они звонят, говорят, Ольчика, подскажи там, вот ты с Инстаграмом там дружишь, с тем дружишь, там с продажами дружишь, а ты подскажи с этим. Удивительный момент. Но это не говорит ни в коем случае о том, что это плохие люди. Нет. Я против этого. Я просто говорю о том, что ваш масштаб тех целей, которые вы ставите, определяет вашу дальнейшую стратегию жизненную, определяет то, как вы будете дальше себя вести. Ещё раз говорю, зависть, мне не нравится слово, мне не важно, что это. Я очень хочу, чтобы и эти люди тоже как-то проснулись. Я думаю, ёпсель, почему же я соприкасаюсь с тысячами благодарных людей, тысячи людей, которые пишут мне хорошие слова, которые меня смотрят, которым я помогаю. Почему с теми людьми, с которыми я близко, я не могу их как-то в хорошую сторону повернуть. Мне очень хочется этого. Вы верите или не верите, я очень открытый человек. И я сегодня, кстати, случайно посмотрела кусочек интервью Оли Поляковой с Машей Ефросининой. И Оля Полякова сказала такую фразу, после которой я пошла смотреть, кто она по гороскопу. Я могу послать нахуй любого, растоптать, и через 2 минуты целовать его в жопу и просить прощения, потому что я очень эмоциональная. Вот я тоже такая. Я совершенно не злопамятная. Я умею не то, что прощать, вообще. То есть я умею сама себя раздуплять. Я понимаю, что если я протупила, я могу прийти и сказать человеку, слушай, ну блин, прости, я тоже не права. Мне вообще это не проблема. То есть я очень открыта во всех этих отношениях. Но я не понимаю, почему люди из вот этого всё себе громоздят. Неужели людям несложно с этим жить? Вот с вот этой вот всей копной, с этой болью, обидой. У меня бывают тоже проблемы на гимнастике. Я могу эмоционизированно что-то ляпнуть ребёнку, маме. Я всегда прошу прощения у девочек. Всегда. Даже если я не до конца понимаю, всё-таки была ли я права или не права, я извиняюсь. Потому что есть нечто более ценное, важное в отношениях, чем вот какая-то там в порыве сказанная фраза. Это всё понятно, мы все мамы, мы там за детей все, знаете, долбимся. Но ёпсель, ну нужно же уметь самим себя разгружать, понимаете? Нужно же уметь вот это раздуплять, иначе с этим очень тяжело жить. Это даже не говно, это какая-то тяжесть сумасшедшая, за которой ты дальше не можешь развиваться. Потому что, когда на тебе что-то висит, неважно что, даже если это мешок с кирпичами просто, ты не можешь идти быстрее. Вот этого мне, конечно, очень сложно понять. Очень сложно. Так, кто вы по знаку зодиака? Я лев. Я лев, лев, лев. У вас рерайтовцы есть среди мам в школе или на танцах в бальных? Да, у меня есть и в гимнастике, у меня есть девочки, которые уже находясь на рерайтере жизни, поприводили детей в наши какие-то секции. Но у них дети все младше. То есть мы не соприкасаемся вот группами, потому что там как-то мы проходим по-разному, младше. То есть нет прямого контакта. У меня есть даже, ну я не знаю, она рерайтовец или нет, даже в однокласснице, по-моему, Алисы, или одноклассник, мальчик, у меня есть девочка. Ну в общем, есть соприкосновения, но вот близкого контакта нет, нет. Кто первый обиделся, тот и прав. Ну может быть. Если человек не захочет сам меняться, вы же его не притянете за уши. Да, это правда. Это правда, я никак это не сделаю, но у меня же, знаете, у меня же есть в голове такая история про миссию, про то, что я как-то воздействую на людей, думаю, ёпси, как это я нахожу людей с разных уголков мира и помогаю им, а с людьми, с которыми я физически плечом к плечу, мне обидно. Так, бред, конечно, на люди ведутся. Не знаю сейчас вы о чём конкретно, но, наверное, не знаю, про что вы говорите. Левица, все посмеялись о чём-то. Не такая, как все, значит, специфическая, многие так считают, к сожалению. А почему к сожалению? Во-первых, опять-таки, вернёмся к тому, что какая разница, кто что считает. Во-вторых, что значит к сожалению или к счастью? Очень крутая штука, да, помните? Позволь себе быть собой, другому быть другим. Люди разные, и это кайфово, абсолютно. Но я считаю, что нам необходимо просто научиться принимать других людей и самих себя избавлять от злости. Потому что злость и агрессия, которую мы испытываем по отношению к другим людям, остаётся с нами. Вот в чём беда, понимаете? С нами это остаётся. Не с этим человеком, а с нами. Зачем нам это? Мы же с вами всё-таки должны, ну, как я говорю, эволюционировать, проживать какой-то путь. Поэтому вот эта злость и агрессия нам явно не нужны. Тоже говорят, что я не такая, как все, я этим горжусь. Следующий уровень вам будет всё равно. Вы просто признаете, что вы такая, какая вы есть, и всё. И это нехорошо и неплохо. Ты как помидор. Вы думаете, помидор гордится тем, что он не огурец? Ну, как бы всё равно. А правая рука гордится? Ну, у каждого есть своя функция. Когда вы это понимаете, это как и ваше место под солнцем. Знаете, когда вы перестаёте соревноваться и думать, сравнивать, «Боже, этот лучше меня, а этот конкурент». Нет, я такая одна, клёвая, особенная, странненькая, мы все странненькие. Мы, когда начинаем с кем-то из знакомых обсуждать, и я говорю, ну, там, конечно, странненький человек, и всегда добавляю, но мы все странненькие. Мы все странненькие. Это же нормально. Абсолютно. Добрый вечер. Как найти человека родственную душу? Что вам сказать? Это как бы обычно откликается, когда вы начинаете... Вы же создаёте некую вибрацию вокруг себя, вы притягиваете к себе каких-то людей. И каких-то людей-учителей, каких-то людей, которые помогают вам трансформировать ваш опыт, каких-то людей родственных. Будьте открыты, и вы увидите. Так, уже дождаться не могу. 1 декабря купила рерайтер. Вот, здорово. Это вы молодец. Постоянно слушаю прямые эфиры. Очень всегда интересно. А эти смайлики часто заявляются не в тему. Просто задержка идёт эфира, и не всегда понятно, к чему был смайлик, потому что уже что-то сказано. Ребят, спасибо вам огромное. Был у нас замечательный эфир. Можно насмотреться ещё массу моих эфиров. Я буду стараться выходить почаще, но пока не обещаю, потому что супер-пупер много работы. Я поехала забирать уже свою Еву, потому что боюсь, что сейчас ребёнок выйдет, а мамы нету. Мамы в эфире прямом. Я всё-таки мамы тоже. Я напоминаю о том, что 1 декабря у нас стартует рерайтер жизни, новый поток, уже, по-моему, 9-й. Да, 9-й будет поток. Я вас всех приглашаю на этот марафон, потому что он поможет вам подружиться с собой, он поможет вам полюбить себя, он поможет вам написать книгу жизни и ответить себе на самые важные вопросы. И самое главное, он поможет вам разобраться с тем, каким образом, изменяя своё мышление, вы можете притянуть ту реальность, которую вы на самом деле хотите, не ту, которую имеете, а как создавать вокруг себя правильную энергию, как создавать и визуализировать, и притягивать в свою жизнь всё то, что на самом деле должно быть вашим. Ну и разбираться вот с такими разными ситуациями, когда что-то происходит, и ты не можешь понять, почему оно происходит, почему-то происходит. Никогда не отчаивайтесь, ни с кем себя не сравнивайте. И старайтесь избавляться, самое главное, от тех мыслей и эмоций, которые вас выматывают и изматывают. И вместе с этим избавляться от таких же людей. Всё, обнимашечки, поцелуйчики. Жду вас на Рерайтере жизни. Ссылка у меня есть в профиле. Пока.